Привет! Хоть в летний период новостей о пиратках практически нету, но тем не менее я смог собрать несколько весьма интересных новостей из вселенной приватной сервера Варкрафта. Итак, первая новость связана с УВОВ, где недавно было открыто второе крыло гробницы Саргераса и наконец-таки введена система испытаний для питомцев. Также скоро будет доступен режим путешествия во времени. Если говорить про разработку УВОВ на Аргусе, то по их словам, они уже сделали первичное заселение мобов и как я понимаю, вскоре будут начинать работу над квестами и вероятно над рейдом Анторус. Какова будет реализация в итоге, пока судит рано, ведь мы увидим Аргус на УВОВ в лучшем случае через полтора месяца, что в общем печально. Вторая новость связана с открытием тестового сервера Burning Crusade на сервере Elysium. На данный момент ведется бета-тестирование БК, на которое были приглашены топовые или как я понимаю влиятельные гильдии на их сервере. Закончится это тестирование примерно в конце 18-го, начало 19-го года. Возможно Elysium в перспективе станет популярной пираткой по БК, но все же думаю, что он не сможет обогнать WarMade с онлайном в 7000 игроков. Третья новость стала для меня неожиданной. Кто несколько лет назад следил за новостями выхода Легиона на пиратках, знает, что на сервере Epic WoW Легион появился немного раньше, чем на официальных серверах. Сейчас же сервер на измеры переплюнул всех, выпустив пиратку БФА за месяц до его выхода. Реалм выглядит весьма подозрительно, и вероятно, что весь контент это просто альфа-версии игры, где наверное даже и половина квестов не будут работать. Но тем не менее, выглядит все это забавно. Ну и последняя новость, это ивент от админов сервера Изингард в честь десятилетия проекта. Суть ивента это что-то вроде вторжения нежити, как это было в припатче Лич Кинга. Также к этому ивенту разработчики сделают два конкурса. Первый это создание небольшого ролика на несколько минут, который будет описывать концепт происходящего. И впоследствии победитель получит награду в размере 10 тысяч. А второй это что-то вроде скоростного прохождения трех рейдов, СЛК, Рубиновое святилище и Испытание Крестоносца. Все эти рейды, как я понял, должны пройтись одним рейдом во всех сложностях и режимах. Ну а победители получат кастомный сундук с наградами. Ну а по сути это были последние новости на данный момент. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Благодарю вас за просмотр.